Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Это продолжение моей партии за Голландию в Сидмерс Цивилизейшн 6. Вы слышите Алексея Халецкого и я вас прошу перейти к первой серии этого сериала, если вы смотрите не с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра! Один, а не все трое сразу. То есть мы играем, мы разделяем игру на две части. Кто-то справа побеждает, кто-то слева, да? Я согласен. Нет, надо его убить слева, а потом уже разбираться с победителем. Дальше выяснять. Ну я не понимаю, что там китайцы вас кинули, честно говоря. Ну то китайцы самая огромная армия на карте. Если вы с двух сторон ударили Кри, вы бы реально его снесли еще до ядер вообще без проблем. И видя армию Китая, и знаешь, что твоя армия там рядом с Кри. Ну китайцы почему-то предпочел... А, у китайцев же еще куча бабла просто немерено. То есть мы тоже, например, все, он сейчас космопорт построил, он два проекта точно успеет сделать, выйдет там во все последние культурные реки, он очень пустый. Не знаю. То есть он уже заключил союз с Кри, китайцем, и он ему ничего не может сделать. То есть китайц, видимо, считает, что кто-то на Кри скинет ядерку, а он в это время будет улетать, видимо, так. Ну вот это все ядерки эти. Не было бы ядерок совсем по-рубому. Все размышляли. Так до ядерок еще далеко, в том-то и прикол. То есть до ядерок-то еще ходов 10, а тут вот тебе армия, пожалуйста, которую можно вот прям захватывать сейчас. Что тут размышлять? Сейчас же Кри не может ничего сделать с ядерками. Почему? Я, например, на тебя, Леша, не пошел только по одной причине. Мне с тобой сейчас невыгодно тебя убивать. Потому что мне надо, чтобы там у вас как-то заварушка началась. И я предлагаю, как бы, эту заварушку. Я готов в Кри воевать, если кто-то там, мой союзник Польши. Просто он космопорт на самом деле уже построил. Он не просто построил, он уже и проект почти закончил. А ты зачем-то сейчас... Просто судя по китайцам и по всем остальным, ну, мне кажется, так и просидите там. А зачем ты теряешь время со мной, можно спросить? Не, ну... Я не теряю время, во-первых, я с ним боялась. Ну, ты просто, Арченюшка, поздно отстал и держи. Тут надо было это говорить, когда китайцы еще не заключил союз с этим, с Кри. Он выбирает и раньше. Блин, втроем бы напали на Кри и... Отхода я ничего не понял. Так я сказал в тот ход, когда он еще не заключил, что зачем нужен союз с лидером. Нет, я не знаю. Придется. В этих... на этих этапах это уже лишняя союза эти. Прям, чувак построил космопорт, достраивает последний проект, ни у кого больше вообще... По-моему, больше даже никто в космопорт и не вышел. Просто, в принципе. Ну, китайцы считают, что это... Я просто не пойму, катечка, ну, как бы, в чем... Поясни... Я набрала партию, где у нас были ядерки. Ядерки ограниченные. Я просто вышел в космопорт, начал строить детали. Меня приехал, весь мир убил со всех сторон. Причем. То есть... Китай тут даже ядерку не кинет. То есть они заключили союз, это сколько ходов на 20, да? Как минимум. Ну, 20 есть. Арчи, это мисклик был. Не убивай, пожалуйста, его. Я хочу проверить просто, как... Не, ну, друг, ты... Я как бы загружаюсь по тебе. У тебя есть время подумать, не спеши. Так, где у вас тут? Я не считаю, что он за 20 ходов улетит. Ну, останется у него три хода, там, после этого, может быть. Ну, то есть он единственный вообще, кто проект строит. Больше никого даже космопорта нет. А у меня будет? Ну, если ты считаешь, что ты построишь быстрее него, тогда как бы вопрос... Я считаю, что построю быстрее него. Ну, давайте глянем, какие тут ученые наняты с инженерами. Там, я помню, было к ракетостроению. Ну, пока, по-моему, это у поляка, это у поляка. Самый слабый. Плюс 20% производства для проекта «Космическая гонка». Да-да. А без этого, без Галькарнаса, он вообще очень слабый. Ну, пока, видите, нету не... А вот и 100% для проекта «Космическая гонка». Так, мне нужны инвестиции в науку. Так, ну здесь у меня кампуса нету. Давайте еще строители. Вот у всех остальных сейчас закончится по одному ходу. Вот здесь нужно отложить фабрику. Сразу если... А вот и ученые. Так, здесь тогда этого строителя не в коммерческую зону, а в кампус. Почему? У всех одинаковое, фактически, количество очков с собой. Бегатель открыли, можем... Буровую вышку строить. Ну вот нужна ли мне сейчас нефть? По-хорошему, наверное, нет. Мне надо проекты делать. Всякие... Очень исследовательские гранты. Раз исследовательский грант. Два исследовательский грант. Ну, Шотландия ломомалась. Ну и в Амстердаме сейчас будет исследовательский грант. А здесь мы клепаем строителей, чтобы исследовательские гранты проходили быстрее. Даже купим, наверное, одного. Так, золото максимум куда? Ну, в Краков все еще. Сейчас тоже не проложим. Так, тут мастерская завершена. Так, тут мастерская завершена. Кстати, купим строителя. Поймали шпиона шотландского. Видите, у нас недостаточно жилья. Интересно. В ГАГе, ладно. Берем на производство. Так, строителя еще хочу купить. Ну, чтобы ускорять все эти проекты быстро. Так, вон у нас. Здесь еще куплю. Ну, посмотрим, как оно работает. То есть, это благодаря правительству коммунистическому. Ну, подождите, а где это написано вообще? А, это не правительство. Это вот этот. Один мы должны закончить королевское общество. Через один ход это, да? Сможем ускорять. Строители могут использовать все оставшиеся у них заряды, чтобы добавить производство к проекту в районе. Можно применить один раз заход в одном городе. А, еще один губернам. О, как раз магнуса прокачаю. Отлично. То, что надо. Мне бы, конечно, холодную войну ускорить расщеплением ядра, потому что очень долго открывается. Испания падает. Это, Лёш, ты все еще считаешь, что спарда была не к месту? Ну, что там спарда? Ураниум? Ураниум. Так, давайте. Во-первых, возьмем. Там просто половина стратрессов, которые есть у моего государства в одной городе. Прокачаем магнуса. Повезло. Кто там? Инженер. Довольство. Давайте расскажемся. Какой там следующий? А, еще неизвестно. Так, проекты, проекты, проекты. Сколько заплатил, катчики? Ну, вот, давайте смотреть. Вот. Добавить производство. Ну, нормально. Он на проект работает. А, все оставшиеся заряды. То есть, мы сразу заканчиваем. Не сорян, потому что у нас три заряда. Мы сразу Все копят уже. Ну, В принципе, все равно. Ну, кого, кстати, белькар нас? Хотя... Качечки просто. Блин, надо посмотреть. Ага. Вот эти. Ты бы лучше его купил. Нам надо 135 молотков, да? Так нету инженера еще. Ну, он попозже будет. А что там заберут? Видишь, на архангу купить его. Дополнительный заряд инженером. 48. На, то есть там плюс 200 процентов дает не получен. Ну, либо... Смотри, там у как... Крипт 1080. Ну, да, мог забрать. Не, ну, конечно, надежнее это не очень. Тут хоть какой-то шанс был. Что-что? Что у Кри? Очков инженеров, да. Да, вижу. Не забирать до этого инженера? Чуть не учишься. Да, конечно. Забирай. Я уже забыл, а вообще что поменяли, да, как-то инженеров, нет? Ну, в смысле? Ну, не... Каких-то поменяли, каких-то нет. Угу. Угу. Поняла. Что-то нет. Я тебе пока... Все-таки... Пойдем в профессиональный спорт. Ну, ладно, всем спасибо. А, ну, давай пока... А, я щас... сделку там посмотри. Помощь тебе. Да, слушай, я не успею. Ну, а что ты хочешь сделать? Бумирок, что ты хочешь сделать? Чего? Какую сделку перед уходом ты хочешь сделать? Ну, я Леша Галду хочу скинуть. Нет, так нельзя. Причем нахер? Ну, ты... Все, ты умер. Зачем кому-то помогать? Ну, он самый бедный. Почему бы не помочь? Вот у соседа 6 Калгалды, а у него 300. И не важно. Проблема. Пока в игре небольшое затишье, спешу напомнить, что это видео вышло при поддержке глобальной браузерной космической стратегии ConsulWar.ru. В параллельном мире на землю напали рептилоиды, и только консулы, игроки из нашего мира, управляя через канал связи колониями людей, смогут победить проклятых рептилоидов. На моей памяти первая браузерная игра, в которой креатив ценится больше постоянного в ней нахождения. Не забудьте после регистрации воспользоваться бонусным промокодом Леша Играет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все нормально. Ты кому говоришь, все нормально? Не, бимерок вылетел, я смотрел, что его убили просто. Варч, конечно, там это, теперь Великий Император просто. Что-что, Варч? Великий Император, говорю, Варч. Варч, говорят, что он не снял. Варч. Субтитры создавал DimaTorzok ну и что вы получили в награду за то что кризис благополучно завершён тоже закликает ты имеешь ввиду этого ученого кому-то нужен там есть на полторы тысячи тысячи так надеюсь ходов как бы позже уходим димка зарплата подъехала не так эти озарение шпионами крадутся ну да у меня нет прокачек на воровство просто а вот вот полторы тысячи промки не крадется крадется это Продолжение следует... 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 знаете что надо наверное здесь убрать ту взлетную полосу я здесь поставлю так это ждет когда я открою значит персу можно не отправлять она уже еду не дает поэтому будем отправлять поляку именно только союз с поляком оставить с китайцем тоже не надо союзе все здрасте прошу прощения не мог говорить здрасте ну раз можешь говорить скажи нам что-нибудь хорошее через четыре ходу я наконец-таки впервые за эту партию выйду золотой век очень радует она застов темный ну что же ты понимаешь я все время стрелился в темный и ни разу не в него и попал кроме самого первого я подумал варианта все равно не остается они на все пристально воевать будем андро или не будем инженер не но я как бы армия то мне есть но один они на него не пойдут стопы друг ну так шотландец еще хочет быть не ну мы наверно пойдем при условии чтобы тоже там воевать будет с правого фланга предлагаете на персону пасть ну на голландию а смысл в том что чем меньше игроков тем меньше забот о том кто кто-то улетит в общем смысл арчи я не знаю ну давай дай с андро улететь давайте договоримся давайте договоримся просто прокликать для того кто быстрее улетит и все такие условия либо вы там воюете на свой фланг то я буду тогда я буду воевать но не воюй я не возражаю мне по-моему этого не взять тут слишком круто 40 а ну тут шотландец еще захватил города испанца у него соответственно так знаете что нету смысла давайте мы будем делать что-то что имеет смысл здесь например проект или я еще его не открыл расщепление ядра нужно быть ну и шпионам ускорение похитить будем хоть расскажешь что там в этом в атомной эре в золотом веке а то я не в курсе не доживал бы я золотой век никого же вот эпох не заходил там то же самое бонусы суши кальчика ну серьезно расскажи зачем столько денег на этом этапе игры что-то можно купить так нам не их потратить обнуть армию был мало денег вот у меня загнали шпионов я получил недовольство не так может какой-то другой проигрывал но другой вариант обнуться пойти убивать перса я не вижу подожди ты не на тот вопрос отвечаешь я тебя спросил то есть какой то есть фишка какая-то с этими большими деньгами просто те реальных не нужно тратить просто не на что тратить ну и если начнется война тысяч пять оставлю потому что я пару раз проигрывал когда просто выгребали все шпионами просто выгребают все эти минус 20 ловишь от банкротства и все короче игра закончилась на я не знаю как там она считает по моему от прибыли в городе считается грабеж но 12000 мне кажется будет тяжело разграбиться я вот не проверял вот сейчас смотрю проверки проверим ну и как вариант я могу купить 10 самолетов еще лишь я просто их не трачу чтобы не терять деньги вход за более продвинутые войска понял что там хоть был за кризис испанский чеси фасты не экономика о май он так сейчас арчи должен нормально подняться он два кризиса считай награду получил за два кризиса красавчик а и и и и и и и Ну, не успею, в любом случае, к этому инженеру. 200 очков разницы, тут 48. Не, ну ты меня убил бы только из Маги-Наги, да это не факт. Ну, вот, и я об этом же, я не могу начать войну, допустим, Леша мой военный союзник, да, и я не знаю, как там emergency будет, может он против меня воевать, нет. Пока Польша не занята, я тоже не могу напасть. И твои города мне профитно не дадут, по счастью, я упаду вообще вновь. Ну, я вообще сейчас не в союзе с персом, так, на минуту. Со мной, со мной все. А, нет, у вас же уровень союза какой-то есть. Ну, в союзе-то у нас нету сейчас. Да, у нас с персом есть союз, я его предам, и там может вылезнуть emergency, чтобы предал. А, типа автогранусь ли я? Стопроцентно, да. И я не знаю, как там оно себя поведет, сможешь ты вступить в коалицию против меня или нет? Ну, зачем мне вступать против тебя в коалицию, подумай. Ну, да. Так и плюс, если захватывать перс, какой профит? Я только по счастью просяду. Ну, тебе архи правильно говорит, что надо захватывать те, кто пытается улететь. Ну, тогда надо захватывать Голландию, у меня нет строящихся космопортов. У меня тоже нет, я его начал строить и отложил, я понял, что... Ну, тут как бы единственный у нас скри на самом деле. То есть, вы увидите, что я космопорт даже не дострою. Так что на самом деле, мне кажется, ты зря заключил союз именно скри. Единственный человек, у кого у меня торговый союз. Ну, это мы проиграем богатыми, точнее ты. Да, да. Что мы проиграем богатыми? Ну, не улетит нас за такой короткой обре. Постановка хорошая. Проиграем богатые. Умирать так с музыкой. Да. Блин, у меня я не поставил бонус наследие коммунистическое, это быстро. Он даже не начал чулу на экспедицию. Не, просто чем дольше мы сидим, тем непонятнее будет, куда нападать. Потому что там другие люди построят космопорты, как бы. Он же не будет все время один, единственный. Я построю космопорты, конечно. Вот, конечно. Арчи, ну вот. Ты построишь космопорты, мы построим космопорты, и тогда получается смысл нападать на крейс, и все пытаются улететь. Да, такая диспозиция, ужасно. Ну, это все сделает именно своим союзом с Кри. Масари, мы с персом Дверсович дальше не заключаем. Я не могу против него воевать, он единственный человек, который дает мне золото. Если я апаюсь, у меня нет золотного торгового союза, я ухожу в минус. Качка, что это за бред, единственный, ты мог караваны ко всем другим пустить. Экономический союз дает меньше денег. Он, блин, это говорит человеку, который сейчас 16 тысяч накоплено, да? Говорит, у меня, мне мало золота, он здесь никто не дает золото. Я не 16, я потратил денег. Не, ну ладно, как правильно Перс говорит, давайте радостно проиграем богатыми, правильно. Ну, можно. Прекрасный план. Отлично. Ну, это все из-за того, что ты зажал 25 золота, Леш. Да, да, именно поэтому. Ну, я считаю, да. Да, вся, вся игра как бы. Вся игра под смартфону. Нет, ну, у нас было бы интереснее тройничок здесь, если бы вы были более разве... Ну, просто вот вы догоняли очень долго на фонду. Как это вообще связано с Кри сейчас, объясни мне. И с тем, что ты с ним в Союзе закричил? С Кри никак. Я просто, ты говоришь, что я заключил с Кри, я плохой, я тебе говорю, что ты зажал 25 золота. Пару. А, ножка. Это тогда, да, твой аргумент уравновесен, мы все, норм, договорились. На самом деле, ну, говорить, что там из-за кого-то так получилось, там кто-то вначале, это больше шутка, конечно же, правильно? Нет, серьезно все-таки. Какая-либо культурная какая-то чья-то победа. Ну, по большому счету. Потому что я построил, да, я пошел в самолеты, думаю, ну, построю я там эти космопорты. Да, ну, мне юнит, я вышел в юнит, естественно, потому что вокруг все начали гортить, типа, а, эй, куда, что ты там творишь? Я решил уйти тоже в раке. Ребята, я, конечно, ничего не хочу говорить, но уже три цивилизации обращено в религию, Сандро. Да, вот мне больше религиозная победа волнует, чем... Ребята, ну, я просто, вы знаете, как я играю, я люблю так, иметь запасной план. Вот религия получилась какой-то запасной план, но она не сработает. Ну, вот откровенно, искренне, я говорю сразу, она не сработает, у меня нету даже мысли, что... Короче, Сандро, извини, давайте подведем итог. У нас есть явный лидер Кри. На него готов нападать один Арчи, но он при условии того, что, как минимум, он это делает не один, и, как минимум, с нашей стороны еще будет какая-то война. Это вообще выполнимо? Не, я могу и... Чтобы и у вас какое-то движение было. Что ты можешь? Ты пропал. Он сам говорит, может. Я считаю, что он не улетит за 14 ходов, и мы успеем... Ребят, делайте, что хотите. Я... У меня план есть. Я буду нападать на... Я-то брал, как бы, так... Чупал, что вы там скажете по поводу, по-воему... Я считаю, я считаю сделать такой план, то есть... Вот Арчи нападает на Кри, было бы неплохо, конечно, чтобы еще Польша напала. А следующей целью будет просто тот, кто построит следующий космопорт и выносить его. А потом там останется, может, три человека, и они уже между собой куда-нибудь улетят. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я очень таки. Кисандр, ты жукал квест? Да. Я его космопорта сделал этот квест. Понятно. Просто мой. Просто вот эти рассказы китайцы о том, как он тут... Ему не надо... У него мало денег, он не собирается нападать. Это все ведет, потому что он тоже сейчас будет космопорт строить. Если я апну эту армию... Да, он скрывается. Я их строю, три штуки, ты что, не видишь, что ли? Если я апну эту армию, я уйду в минус. Арчи, Арчи, друг, а что ты говорил просто, что ты что-то будешь делать и пропадал в это время? Я поэтому не пойму, что у тебя там... что ты говорил? Или это у меня только пропал? Нет, у меня есть. Да, я, наверное, так лагаю, и вот ты. Подожди, Арчи, сейчас переход хода, переход хода, не говорите. Пока что уже ход начался, у меня еще нет. Но он начался, но не начался при этом время. Долго в начале счета. Так, низкая логистика, ну, Арчи, так штука, там, подожди, подожди, Димка, давай менять. Слушайте, давай менять, Союз. Как он там меняется? Как, как сменить Союз? Союз, но, видимо, когда новый заключает, что... Когда он закончится. Печаль. Печаль, да. Сандры, я не знаю, говорю, что будут остальные делать, но я с тобой воевать в любом случае все... Ну, несчастно, когда ты деталь пирога. Печаль, ну, я не строю деталь, ну, я просто жду... Ты что, не строишь деталь, тогда строим армию вместе. Ну, я строю армию, ты видишь, у меня танки появились современные, у меня современная авиация, я пошел вниз, и строю ядерную ракету. Ты будешь со мной воевать, я сброшу на тебя ядерную ракету, и все. У меня два урана. У меня четыре, у меня четыре. Я к тому, что я могу строить, я не обманываю, я с вами по-честному играю. То есть мы с тобой не по-честному? Конечно, не по-честному. Мы жили в мире все время. Единственный друг, который у меня, вот реальный друг на этой карте, это поляк. Когда все хотели его пилить, единственный, кто сказал, не надо, не надо делать это, это был я. И мы начали с ним очень дружить. С ним он не хотел пилить. Вошел в нашу религиозную империю. Так что, вот единственное. Все очень агрессивно ведут всю игру. А сейчас, как... Строил космопол... Саня, ты пропадаешь просто. Перебил. Прикольно сейчас, качечка сделал. Вот у нас в нам модоле сидело по три шпиона у каждого, по-моему. Кроме Арчи. У всех по три шпиона было. Качечка там шпионом сделал переворот, там, или как скандал. И у всех по одному снизилось, и у Качечки теперь он союзник этого города-государства. Да, только у меня одна площадь театральная. Не, ну просто... Вот я к самому говорю. Сама стратегия прикольная. Сама стратегия, вот интересно, вот так посадить шпиона. Не добавлять послов на шпиона, посадить, чтобы он снизил количество других шпионов. Вот так выгоняют аммани. Вот у него 22 аммани, можно ее выгнать, и кто-то другой станет тузереном в Стокголе. Кстати, еще такой сниму через несколько ходов. Такой еще нюанс, Арчи. Как только ты со мной вот захочешь воевать, не дай бог, конечно, да, я не знаю, почему ты решил со мной воевать, золотой город перестанет приносить доход. Да, у меня с доходом все хорошо. Ну, это пока. Да не, не, я не боюсь. Вот чего, чего он, ну, у меня плюс 358 вход. Ну, понятно. И это, там, мне бонусом, это у золотого города идет. Потому что лаги какие-то в Дискорде, жуткие. Кстати, я вот, на самом деле, да, Дискорд, что-то с ним не так. Потому что у меня запущен TeamSpeak еще параллельно. Там все нормально говорят. Здесь что-то совсем лагает. Это, когда человек, который встанет в... Да. Надо поменять. Вот у меня тут... Коммунистическое наследие надо поставить. Из этого харизматичного лидера. Сразу куча производства сверху. А тут всякие писатели. Ну, вы знаете, догоняю. Хотя, 200... Ну, вполне можно догнать. Комиссарно, строить нечего по-хорошему. Ну, какой-то баг с союзами все-таки есть. Видишь, же она сейчас. С Лешей, нет союза, но я могу, например, по его территории ходить. Да, это мы еще в прошлом, в прошлой игре. Смотрим, я тоже, как бы у тебя границы открыты, нарисованы. Не знаю, могу я хоть сейчас проверю. А нет, а я не могу при этом ходить. Ну, я могу. Но границы открыты. Ну, помнишь, в прошлый раз у кого там Арчи с кем-то был союз, типа... Это уже они там... Или это у вас, Сарчик, как раз было? У меня, да, и то же самое было. Я мог ходить, а он нет. Так это ты читер? Какой баг в игре? Да, ты включаешься, что я читер. Черт, спалился неудачно. Так, мне надо диверсия, хищение средств, нейтрализовать губернатора. Давайте, наверное, уже к персу отправлять. Хотя, смотрите, кто там... Есть кто-нибудь, кто построил, наверное, этот... Индейская музыка играет с момента загрузки просто. Это Китая. Надо Китай все вот так взять. Сам, ты ближайшим на кого-то. Мне туда вот вправо воевают. Не очень удобно. Где у него магнит? Так, я же тебе сказал, что я не строю. Строю. И я свое желание. Кодержу. Ну, в чем проблема? Главное слово, пока. Ну, потом же все равно надо будет что-то строить. Вот пока не... Все по-честному. Блин, ну ты нафиг, ты сюда пришел, ты ты зенитной пушкой и встал на мною театральную площадь, куда я человека хотел отправить. Я проверил, можно походить или нет. А дорога вела именно сюда. Большой театр. Самое то чудо, которое сейчас надо. Так. Ощепление ядра. Переходы. Да, ну тут я по науке отставать начинаю. И они все проводят исследовательские гранты. Между прочим. А я логистику промышленно сделаю, чтобы забрать этого инженера. Проблема в том, что у Арчи сейчас куча городов. То есть, на самом деле, нам ему как бы помогать не надо. Это его дело выиграть, чтобы кого-то забрать. Повышен союз с резинкой бал. И что этот третий уровень экономического союза дает разделить уникальный бонус Сузерена с союзниками. Я бы с Польшей хотел продлиться, а со всеми остальными нет. Ну, отлично. Я уже обогнал Шотландию. Надо добирать этого чувака. А потом инвестиции в исследовательские гранты. Они его не забирают, потому что у них, типа, есть уже великие люди на все это дело. А у меня нет. Что за ремонт внешних укреплений? Блин, единицы нам тут надо ремонтировать. Так, это уберем. Тут у меня... Потом инженер построит ракетную штуку. Так, тут мы гибернатора убираем. Я смотрю, все, кроме Польши и Шотландии, в темные века ломанулись. Ну, а там, по-моему, в золотом веке, если ты берешь небо и звезды, у тебя открываются все ускорения на эти... Ну, да, это очень неплохо, конечно. Я нет, я не знал об этом, короче. Я вот как идет, так и идет. Хм, давайте небо и звезды. Артефакт нафиг надо. Давайте небо и звезды возьмем. Так, фермы. И с поляком мы продлили. Так, художника нафиг. Что у нас с инженером? Да. Я почти у цели. Да, сейчас вот этот... парень пингала. Кажется, не так и бесполезно. Так что ж, ждем. Ждем, когда все выучат всех и потом упорно, кто, кто быстрее построит. Кто закликает. Даже такие, все выучили. В один ход подостраивали космопорты и давай во все города детальки. Ну, тогда победит у кого там больше этих на полторы тысячи там ученые или кто-то. А этот, Рейна, можно космопорт купить? Сколько он стоит будет? Две тысячи маутов? Ну, тысячи. Вот, плюс 50% для создания ядерной программы. Но вы не получаете очков Леония для пасов. Ну, не нафиг надо. Александр, ну, вармонгер во мне говорит, нам все-таки же надо будет повоевать. Я понимаю, что ты там меня забомбишь сразу. Зенитка-то я подвел уже в протесту их самолетиках. Халяк, вот посмотри на свой этот калеж, да? Вот называется ни себе, ни людям. Вот эти четыре клетки отхвачены, да? И ты их даже не обрабатываешь, ты даже ничего не делаешь, там ничего не сделал. Вот мне бы нижние две клетки мне, а верхние бы китайцы нормально было бы, нет. Так верхние китайцы ничего не дадут. У меня не надо, но там даже не было стройчика. Там были списки, которые выграем, идя за 10 ходов. Я не услышал ничего. Без ядерного оружия я бы тебя сейчас бы стер через два хода за 10 ходов. Просто бы всего полных страхов. Ну, там ты видишь, какие левелы на арте. Нет. Четвертый, пятый левел. Ага. Это она бьет по наземным юнитам, сильно ли что? Ага. Очень сильно, я бы сказал. Ну, там, арсизо, наверное, уже на... Или она и без арсизо будет, наверное, гидаться. Не, я про арсизо как раз. Кстати, в игре во время темного века... не притухает экран. Sports do not build character. Не знаю, в режиме ничего никогда не притухало. Ну, кстати, в одной игре у меня он затемнялся. Ну, после рассинхроны как-то вот так вот произошло. И я еще удивился, а что это случилось. А, ну, тут пока... Да пока мне эту смысл оставить, потому что... 25% производства... Ну, потому что я еще не строю ядерное оружие. Какой смысл мне это ставить? Так, сколько там осталось? 100. Да, возьму я его, отлично. Давайте мы тогда здесь продолжим космопорт строить. Здесь все еще логистику, промышленные зоны. Блин, ну, надо расщепление ядра открывать дальше. Или... Открыть. Это, ребята, запускатель есть у кого-нибудь? Шпион в моем городе. Что-то что? Ну, скажите, какой там у вас процент, когда будете получать, а тут карточки... Хорошо, скажи. Серьезно, кто-то нейтрализовал шпионов Гааги? Гаага минус 5. Губернатор, наверное. Или шпион. Губернатора, да, губернатора. Ну, это не я. Ну, поляк, видимо. Ну, окей. А, смерть поляков. Может быть, уверен, это не я. У меня тоже кто-то нейтрализовал. Если что, то я бы Карфаген лучше пихнул. Нам надо пересадить туда губернатора, значит. Ну, Димка, так любой может сказать. Ну, а смысл, ну, ну, мне назвал бы я там этого губернатора. И что? Вот 16 ходов там. Или сколько там нужно до восстания там? Вернуть это губернатор, а то так нефиг делать. 24, 9. Ну, да, вот эту тогда лянь. Ну, он уже другого. Пересадить. Тот только через 15 там окажется. Может, другого через 5 ходов. Какой там был губернатор, видишь? Рейна. О, это важный губернатор на этой стаде. Летают в космос. Да. Космические стоят. Отлично. Или туристов в Димке, кстати. У меня не было слышно, говорю, туристов у Димки видели? Да. Ты думаешь, он может еще повидеть культурой? Я буду очень смеяться, если получит. Так, пускай стоит. Теперь. Ну, исследовательские гранты. Давайте тут с лояльностью смотреть. Оно не сильно снижается. Так, тут военного инженера тоже. То есть, здесь надо будет поставить шахту и здесь где-то. Пройдемся по городам. Тут на производство. На производство. Здесь вообще нехватка еды существенная. Просто на производство. Ничего себе. Уже у меня этот скаут. Я и про него и забыл, а он тут бегает. Скаут нашел. Так, как бы его отменить. Блин. А, это шпионы. Так, а как скаут выглядит. А, это не мой скаут, это скаут китайца. Блин. Так как мы союзники, у нас общий вид. Все понятно. Прогноз, вообще с ним союз заканчивается. Три хода, отлично. Отлично. Китайского губернатора смог отсюда. Че, у нас уже в первую ступень ушла? Когда там будет событие-то? Не знаю, но сейчас показано, что в ступени же улетела первая. Как, ступень, это спутник улетел. Спутник улетел, и у меня улетел, а не вукрин. Ну, какая разница у кого? Ну, ты хочешь меня трогать. Я говорю, карту открыть надо. Слушайте, ну, приступайте, ребят. Ну, у меня через два хода заканчивается союз с Китаем, я его не собираюсь продлевать, как ты понимаешь. Не, ну, под событие, я как-нибудь с радостью. А под какое событие? Ну, там, по-моему, есть событие. Улет, нет, только с первой деталькой. Ну, вот, да, с какой-то там, с какого-то момента. Блин. Может, мне это надо было шпионов гагу посадить? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня шпион вот этот, который сидит у тебя просто нулевого уровня. Украсть деньги 63%, беспорядки 63%, все остальное по 50%. Ну, это много сейчас. А у тебя есть шпион на плюс один? То есть у тебя минус три уровня или минус два просто от карты? Ну, у меня две карточки на минус два на вашей территории. Да, может минус пять суммарно быть, тогда получается. Все равно много, много, 50% там много. Ну, я сваливаю, я не буду, там, сваливаю. Ну, я сваливаю, я не буду, там, сваливаю. Субтитры сделал DimaTorzok Опа! Он смог! Кто? Карфаген отделился наконец-то. Ура! Слава, Карфаген! Кто-то не уследил, а тебе же говорил, да выход назад, что скоро делится. Да он сейчас его назад заберет просто. Ну, тоже верно. Как ты специально бы за этого не брал? Та нет. Ну, конечно, он мне ужин. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Ура! Ну, вау! Ура! 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 Это во-первых, во-вторых На данный момент у вас опасность с трех сторон. Один улетает, другой культуру фармит, третий еще и религии может победить. И только Арчи хочет всех убить. Во-вторых, всегда есть лунная экспедиция. Какая экспедиция? Лунная экспедиция. Ее сделаешь, и культурная победа исчета никого не будет. Спутник еще... Космическая гонка ускорен. Космическая гонка ускорен. Космическая гонка ускорен. Слышь Слышь О как вражеский шпион подорвал лояльность ваших людей в городе гага там тут явно на мою гагу нацелился но это может когда ты вы поймаешь ты поймешь что-то не я ну это не самый мой вообще город такой основной именно гага гага близко к дамску может кто-то хочет вас поссорить с польшей может это польша может это польша хочет поссорить с польшей вот это вот это план какой собственно как я и говорил 2 ход назад я 90 нужно полчаса 94 я не выжиму столько а я уже все я максимум уже выжил я на я польшу распилил на всякий случай просто да ты меня игрой и диагнозы уже не любишь я знаю у меня нет возможности просто так бы я уже там дам тебе этот темпло майор и смотрю всю игру дает спать хорошо санра понял что было бы что что-то видишь на бега себе а что ты ему так быстро город сняла скинул ядерку и заехал там все и сломал классик от этого нет контроля мне вот все надеюсь что никогда нибудь хотя бы годика через два такие делают чтобы не сжигать город затем ход санра у меня уже даже интересно у меня тут этих мобильных зерканом ты же сейчас будешь кидать мне сандро ушел в себя линия не я просто грудь щупа карфаген отпадает candy отпадает прямого candy к candy такое можно просто знаете договариваться что там не жечь города если они больше 7 хотя бы очень удачный сейчас я говорю вообще потому что просто я не наш сломал город или пинусом алгор это не очень хорошо с уже качестве минуту назад говорил вообще давайте по одной я всегда за рову я проще ядерки ограничивать чем не жизнь какие-то граны был я вот согласен сарчи что если бесконечное количество ядерок с условием сжигания городов то очень грустно не но я тоже играл с этим правилом теперь я ярко там одна за столицу нормальное правило мне кажется чё плохого у меня нет да я предлагаю в этой игре пускай шотландия будет ограничена ядерками за столицу похоже у кри нету ядерок чтобы у нас стояли там эти на границе это был подлый удар неожиданный на все арчи по муху ходов 5 говорил я на тебя нападу я на тебя нападу тут корче не придраться тут он все сделал как обещал что у нас парня в эту пачку как 6 звезды вот с китайцами кончился 6 я защиту там стану не переживать перс но я просмотрю тоже подвел я содержание ядерных вот это давайте мы возьмем но я не могу бросить своего союза звездник 60 ходов страна изгой возьмем потом возьмем я понимаю я правильно понимаю что есть сейчас все примут то друг другу войну зарубить не смогут знали примут что алерт который сейчас пришел знаю там написано что все участники заключает между собой мирный договор но мирно это если вы в войне это не без чего вы дружбу вот я поэтому мне тоже интересно как можно как не взяла договор о праве прохода и коллективной видимости право прохода не мешает тебе объявлять войну уже проверим если кто нибудь еще присоединит скажешь я присоединился я тоже я тоже не знаю я не знаю я не знаю что я мне эта штука в принципе необходим единственный город откуда я крал все технологии у человека взявшего ученого сожгли не круто на пол самое интересное что он на 60 ходов мне кажется это что-то ну не очень правильно потому что 20 ходов должен жильцам на эти последние на 60 да он нормально и сандра получаешь то что нет хоть но это она нам без венита без венита стояла просто передумал тут я понимаю на территории польши шанс подготовить партизан 9 процентов у новенького шпион это место только одна карточка очень странно суши поляка чуть этом за ученые варит а это на космопорт друзья в дулю косим азах да этот который хилит я вот взял свое время давно давно маринуешь его там вообще бесполезно сидит но блин как бы иди прибыть понимаешь на свое время в свою эпоху он достаточно неплохо дальше и незначительным делать я так занимаешься новых торговцев у нас уже не будет чудим камушная кстати димка вот тебе подсказка для победы культурой не хочешь этого торгового пытаться заражать не знаю проекта написан нельзя нельзя написан не строй не сейчас просто кри пытается видимо его взять сейчас его пропустили наши проекты не дадут очкового туризма про культуре нет праву у этих травм торговца торговца про его забираем да там считай все кроме все могут взять кроме персик мы уже не нужен а все угрезы а нет не забрал а я могу его взять теперь я могу его взять я откажусь с польша заберет марлан нормально я речу если деньги получится культуры победит он красавчик не скорее не получится сейчас прирост был плюс 3 а ты брал вот этих вот торговцев которые там на торговые пути были и так далее да взял 1 там их 2 было по моему я гляну давно было ну да это очень давно мы там прям сначала игры планировать ну вот я взял 1 на плюс 25 есть еще один по моему то есть суммарно еще с них можно 50 больше не было что не был по моему 21 я сейчас прокручиваю вверх ничего нету а когда ты выбрал какой год то есть сейчас 630 1630 тела достаточно давно брал мочу ты как-то не серьезно а на самый главный кэш ученого этого забрать котором ты забрал без него вообще шансов нет но ты знаешь я бы сказал что здесь были бы больше шансов если бы не было бы больше веры потому что мне всего один от спарка этом очень мало мне кажется самое главное чтобы если бы ты не в центре карты появился то во первых а во вторых и там посмотреть на культуру арчу которую 300 вход это я я я хозе как это перебивать что-то я больше не вижу мне почему-то казалось что их два но видимо один нет по моему их два напомню но не все же попадают и ты думал что мы просто всех разобрали ну фиг знает вроде всех берем сейчас сделано так что вроде как все берутся ах забрали о вся карта открылась лёша тоже сказал что отдашь его мне так я и не брал его ты взял его я реально нажал отказаться наверно нажимал отказаться когда у тебя же был завершен ход хотя а что если завершён ход у меня автоматом его выдадут что да да последнем блин наверно блин печаль не но она дала бы мне сколько раз два три но плюс 70 не сказал что сильно серьезным прирост не хочет быть со мной димка так ты бы кликнул тоже юнитом и раз польский бушкер пакет чё у тебя там по ядеркам то сандра чё где ракеты дружбы ну вот в эту вот всю арту я точно кинул ну вот куда ты плывешь ты чё друг что такое а ты тоже здесь можешь не плавать зачем-то приплыв я мимо прохожу ты как-то не в курсе за что мне поселенца дали внезапно ты я руинку взял нас походу чё-то наглюкнул какой-то это не глюк это бонус союзничество там написано половина бонусов союзника дается вам я не ожидал что при этом будет поселенцев еще давать то есть я взял рынка тебе дали прикольно не на базе позволяет разделить уникальный бонус сюзерена с союзниками какой у тебя уникальный бонус сюзерена это ж не поселенцы же но уникальный бонус получается на маханжи дара и это же получается ну видимо да я заранную тачи чей ты сюзерена вот у меня стокгольм и преслав я сюзерен да то есть ты получаешь бонусы стокгольма больше великих очков и от преслава за каждое здание построенного лагеря 2 единицы лояльности а я получу так причем тут поселенец тогда ехать за давай сейчас гляну если от преслава и получаю вместо уже дает атаку на плюс 5 до нет и лоя лизейцы лояльности заход ну очки великих людей вообще хозы как считать там там только суммы видно конечно ну да хорошо махинжи дара ваши города получают полное жилье от воды как если бы они находились у реки ну вот у меня есть один город который мастерить да сейчас мы глянем это надо в него зайти информацию города до открыть куда получается жилье жилье от воды 5 до получаю я твой вон прикольно откуда у меня поселенец я предлагаю за своих игрушки и разделить бонусах ну давай за союзим в какие ты союзишь какие я я вот смог лавенту за союз круто больше ничего не могу ваши строители могут создавать гигантские головы наконец-то это путь к победе у нас пацаны это вот тоже к чему шла развязка игры кто же сможет большие головы на самом деле если бы я взял этого момента да раньше намного она ждет культуру как раз я конечно протупил надо был давно давным-давно за союзить поставить голову и рассущение мог ставить как а голова еще и туризм да и вот так я же говорю надо было мне в данном-давно за союзить в тебя в принципе надо было какую-нибудь религию сделать такие не знал что пойду в культуру ну вот культурная да она такая там надо прямо чуть ли не спятого хода уже знает что ты будешь играть через нее понимаешь я собственно говоря ведь это начал ставить как культурную зону в помышленной или только я поселенца построил под кибилю вместо построил вместо рабочего ядер много больше 7 плюс-минус улететь я уже не улечу походу никуда не улезет моим таким соседом горцы спустили с гор и применили ядерная лёшин перестать сломать все подряд что перестать сломать все подряд перейдем демократию тут возьмем вот это коммунистическое наследие здесь значит от ваших союзников и за каждую плюс 2 маловато давайте на вашей территории вражеских шпионов и в экономике в экономике это конечно круто но у меня и так нету денег на культуру от зданий театральной площади херня и тип его устребителями бобры страдают истребительном нет и вот именно их убиваешь которые отдельно стоят или которые подвинутые такие такие а с под юнитом там 10 уроки проходит мнение ну под ним доноси равно по самолету не вну не заходит там не видно и понятно да ну просто долго плыву я тоже самое очень долго под юнитом и по ложку убить тяжело июнь тяжело убить толк отдельные да они прям с трех выстрелов умирают почему-то хозяин работ так теперь надо счастье что у нас с торговлей мы по моему ни с кем не торгуем вообще так 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 что-то это лишь плюс 6 на плюс 4 обмен неравнозначный мне кажется загляните на console wars ссылка в описании к этому ролику а на этом пока все по задумке продолжение должно появиться завтра спасибо что застряли до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы царили до конца видим она вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры